В день годовщины освобождения Калинина от немецких захватчиков состоялась торжественная отправка призывников для прохождения службы в президентском полку коменданта Московского Кремля. Наша съемочная группа побывала на мероприятии, а заодно поинтересовалась, по каким критериям отбирают в элитное подразделение. Считается, что попасть на службу в президентский полк служба коменданта Московского Кремля в Федеральную службу охраны все равно, чтобы тянуть счастливый билет. Но, как рассказали сами новобранцы, это в первую очередь огромная ответственность и честь для них. Также считает и 20-летний тверичанин Даниил Кириллин. После окончания колледжа молодой человек был призван в армию. Для каждого парня это будет честь служить в этом полку. Планирую подписать контракт, но пока еще не знаю где. Если будет возможность, подпишу также в этой же структуре Федеральную службу охраны. За крепкими плечами парней строгий отбор. Солдат элитного президентского полка должен соответствовать определенным годами устоявшимся стандартам. Это рост не ниже 175 и не выше 190 сантиметров. И хорошая физическая подготовка, и устойчивая нервная система. 21-летний Константин Ковалев из Балаговского района окончил колледж в Санкт-Петербурге. После учебы армия. Парень рассказывает, что желающих попасть в президентский полк было много. На медкомиссии было человек 50, в итоге забрали вот 10. Какие-то перспективы в будущее. Например, много было годжи, но дедушка будет гордиться, что я служил в таком подразделении. Военнослужащие обеспечивают безопасность правительства страны, а также принимают участие в других общественно значимых мероприятиях. Поэтому в строй президентского полка, как правило, попадают только самые лучшие призывники. Проводится тщательнейший отбор. Заранее представителями частей проверяют морально-психологическое состояние, состав семьи, желание самого служить мальчику в этих войсках. Поэтому я думаю, что служба в этих подразделениях открывает перед ними дополнительные перспективы. Ежегодно призывники из Тверской области отправляются служить в столичные полки Преображенский и Президентский. Этой весной в Преображенске уехали 15 молодых людей из разных уголков Верхневолжья, а в декабре Президентский 10. Служить там стремятся многие. Особенно это открывает перспективы тем ребятам, которые хотят свою жизнь посвятить военной службе.